Такие молодые вина чрезвычайно нуждаются в максимальной аэрации. Вы видите, как под долгой шеей этой кобры стекает вино, и в этот момент уже происходит аэрация. И сейчас, представьте, вы, как профессионал, сомелье в ресторане, подаете вашим гостям вино в таком декантере, и они начинают вас любить еще больше. Вы, как сомелье, привлекаете максимальное внимание ваших гостей, а вино получает оптимальное свое состояние и кондиции, что выигрышно для всех. Единственная проблема, что вам нужно научиться пользоваться этим декантером, как с ним обращаться. Потому что, если вы не знаете, как им пользоваться, вы не получите ни капли вина. Я называю вот эту часть, которая мне напоминает турбину у спортивных автомобилей. Как любая турбина, она нуждается во вращении. Вам нужно вращать декантер для того, чтобы декантер всасывал воздух и вино насыщалось кислородом максимально быстрым. И оно звучит как так. Поэтому мы нуждались в микрофоне. Это звук авиации. Я делаю это снова. И, конечно, чем милее пиво, чем больше вы хотите авиации, тем больше вы хотите его вращаться. И нужно услышать, как этот декантер звучит. Он таким образом пулькает. И очевидно, что чем более молодое вино, тем больше вам его нужно вращать и насыщать кислородом. Ещё одно преимущество этого декантера, что за один такой поворот вы перемещаете ровно одну порцию вина в шею этого декантера. Что позволяет вам в этот момент, не прерывая разговоры ваших гостей, элегантно сервировать вино по бокалам. Сейчас в бокале оказывается идеальная порция вина. Если посмотреть приближение, вы увидите, что на поверхности есть пена, которая является признаком отличного аэрирования. И благодаря декантеру мы сейчас получаем вино, которое естественно натуральным образом насытено кислородом, что можно сравнить с таким же эффектом, который достигается при открытии вашей любимой бутылки вина утром, для того, чтобы выпить вино вечером.